Продолжение следует... Итак, сегодня я буду говорить о брахиотерапии. Это метод, который мы применяем в лечении ракопростаты. Я хотел бы начать прежде всего с обзора литературных источников и поговорить о эскалации дозы. Здесь, на этом слайде, вы видите четыре основные РКИ, которые проводились по данному вопросу, по как раз ракопростаты. И здесь вы видите, что они добавляли по 10% дозы в единицу времени, которая прежде всего опиралась на традиционной брахиотерапии по 70 грей. Здесь, вы видите, добавлялось по 10% дозы. И также здесь они опирались на биохимический контроль, который варьировался от 10% до 12% в данном РКИ. Здесь вы видите, что оценивались также из первичной, конечной точки по токсичности. В каждой эскалации дозы оценивалась токсичность дополнительная. И также мы можем рассмотреть техническое развитие от первого РКИ, которое проводилось Андерсоном. И здесь вы видите результаты за период пятилетнего наблюдения по биохимическому контролю. И мы также очень многое вынесли из этих РКИ. Прежде всего, мы понимаем, как работать с более высокими дозами. И также, как мы можем избегать более высокой токсичности. Один из примеров этого – это V70-ректум. Это как раз, когда доза облучения была 70 грей и выше. И вы видите, что самое лучшее – это то, что было показано в этом РКИ, что самая лучшая доза – это 70% и ниже. Когда мы с вами говорим о гипофракцинации, мы можем сказать, что V70 можно рассчитать по данной формуле. Также мы можем с вами увидеть, что во всех этих РКИ было продемонстрировано определенное преимущество по эскалации дозы. И также это было все оценено в соответствии с группами риска. Чем более высокого группа риска пациента, тем более выраженный был эффект от эскалации дозы. Здесь вы можете увидеть результаты исследования делений 2007 года, которые как раз подтверждают данный эффект. Мы также можем рассмотреть с вами рандомизированное исследование третьей фазы, которое проводилось уже после этого периода, после периода эскалации дозы. И использовали интерсенциальную брахиотерапию и рассматривали дальнейшее повышение дозы. И здесь вы видите, что есть четкое преимущество брахиотерапии, комбо. И также вы видите здесь технические параметры, которые отличаются от предыдущего исследования сатир. И если мы с вами посмотрим на большее, более подробно на исследование Хоскина, которое было опубликовано несколько позже, вы видите, что с сегодняшней точки зрения здесь некоторая была все-таки недостаточная доза облучения, потому что сегодня мы бы сделали гипервакцинацию, приблизительно повышали бы от 3 до 2,75 грей, но на тот момент это было невозможно, до 3,1 грей даже. И поэтому вот это результат дальнейшего повышения дозы при проведении брахиотерапии. Сегодня нам результаты этого абсолютно понятны, потому что они изучены и валидированы. И вот это еще одно исследование, это современное исследование, сравнительное исследование, которое рассматривает повышение дозы до 78 грей. И все же вы видите здесь очень четкую разницу между двумя рукавами исследования при добавлении брахиотерапии. И после этого обзора, после обзора этих важных литературных источников, которые являются доказательной базой первого уровня, мы можем четко сказать, что эскалация дозы абсолютно необходима, и мы можем сертифицировать пациентов в группу более высокого и низкого риска, и мы можем работать фактически в дозе 78-80 грей. Интерсоциальная брахиотерапия, буст при помощи интерсоциальной брахиотерапии действительно дает преимущество по сравнению с просто технологией в один луч. И мы говорим сегодня о том, что все-таки есть определенное количество побочных эффектов. Мы увидели определенную разницу фотонов по сравнению с протонами, которые мы использовали до этого. И когда мы говорим с вами о высокой дозе в лечении рака простаты, мы должны с вами принимать во внимание следующие три параметра, следующие три ограниченные зоны интереса, которые мы как раз показываем на этом слайде. Вы видите, это прежде всего прямая кишка, это дно мочевого пузыря и также опекальная часть урертра. И для оценки мы должны использовать Т2 взвешенное изображение в сагитальной проекции. Также мы можем использовать КТ для планирования и интервенции или вмешательства. И если мы с вами переходим на брахиотерапию в монорежиме, мы должны использовать катетеры, которые прежде всего дают нам лучший обзор урертры и позволяют нам избежать повреждения этих проблемных зон. К этому я еще вернусь. И давайте посмотрим на серии литературных отчетов, литературных публикаций, которые показывают, что повышенная дозировка, повышенное облучение может вызывать действительно структуры непосредственно вот в этой части, о которой я показываю сейчас, вызывать повреждения урертры. И безусловно, это те проблемы, которые нам следует избежать в лечении наших пациентов. Если мы говорим об основании урертры, то в этом случае повышенная доза действительно может приводить к циститу, к фиброзу. И, безусловно, проблемы с удержанием мочи. Но в срединной части урертры вы видите также проблемы с резистентностью. Это как бы средняя часть предстательной железы. И существует очень много литературных публикаций, которые говорят о том, что часто повреждается эта область именно из-за того, что мы стараемся избежать чрезмерного облучения или, так скажем, сократить время облучения. И вот это разнообразная анатомия, анатомические варианты. Урертры вы видите, что как раз здесь у нас есть эпителиальная ткань, поэтому мы должны избегать ее повреждения, мы должны избежать токсичности при облучении в этой области. И это действительно очень важный момент, особенно если мы говорим об эскалации дозы радиации. И я хотел бы вернуться также к спейсеру, к расширителю ректальному. Это то, что используется. Используется как раз довольно часто для того, чтобы проверить и избежать повреждения прямой кишки, для того, чтобы сохранить два кармана с наполненными жидкостями, для того, чтобы получить определенную подушку, которая будет приблизительно 10 мм в этом регионе и позволит нам избежать повреждения ткани прямой кишки. Давайте посмотрим вот на такие два клинических случая, которые показывают преимущество данной технологии. Этот слайд как раз очень хорошо демонстрирует то, что я бы назвал худшим сценарием. Это как раз там, где используется облучение только лучевая терапия. И вы видите, что здесь есть такое темное, темно-красным цветом черченый узел. И он находится, так скажем, в дорзальном аспекте предстательной железы. И вы видите, что здесь у нас на КТ у нас ограничивается приблизительно 6-4 мм. Это граница этого узла. И справа здесь вы видите, наоборот, идеальную ситуацию, лучший сценарий. Вы видите, что у нас здесь брагитерапия использована, поэтому также был поставлен спейсер между предстательной железой и прямой кишкой, которая позволяет нам дать адекватную дозировку пациенту, и при этом не повреждая ненужные ткани. И вот давайте посмотрим также на результаты протонной технологии. И давайте посмотрим на то, как пациент впервые получил брагитерапию в прошлом году. И, к сожалению, мы лечили его еще без спейсера. И вы помните, что мы использовали V70. Он был крайне важен. Здесь было сделано подобное назначение. Это было 20 фракций по 58 грей. И почти что максимальная доза в районе прямой кишки с эскалацией 2% было 59 грей. Поэтому здесь было все в порядке. И нам нужно было справиться с ситуацией. И мы должны были, так скажем, захватить зону гораздо лучше именно в этой области, и, как вы видите, это нам удалось вполне сделать. Дальше давайте посмотрим. После первой волны пандемии мы использовали опять-таки спейсеры, потому что доступные опять материалы были. Вы видите, что здесь у нас похожее назначение, похожий случай. И здесь у нас было 58 грей. Почти что максимальная доза, это было 29%. Вы видите, что захват зоны был гораздо лучше. И также протоны, вы видите, что они были внутри спейсера. Здесь была достаточно аналогичная технология, которую мы используем и в брахиотерапии. Итак, брахиотерапия дает нам гораздо лучшие результаты, нежели чем фотоны и святи. И в брахиотерапии мы можем также захватить только само поле. Нам не нужны, так скажем, границы безопасности. И CTV не то же самое, что PTV, которое было до этого. И надо сказать, что принцип ALARA также это то, что мы гораздо лучше можем реализовать по сравнению с более старыми устаревшими техниками. Также у нас гораздо лучшая возможность сохранить те органы или не облучать те органы, и не вызывать токсичность тех органов, которые нам не нужно облучать. Давайте посмотрим на возможности визуализации. Это то, что происходит каждый день, когда мы с вами лечим. У нас прежде всего пристательная железа и семенные канальцы – это все, что очень подвижно является деформацией органов. Это то, с чем мы с вами сталкиваемся каждый день. С этим сталкиваться как раз очень сложно. Это очень сложная ситуация. И вы видите, что происходит здесь. Безусловно, мы сталкиваемся также с разными объемами органов, которые окружают пристательную железу, например, мочевого пузыря. И также интерсоциальная брахиотерапия – это то, что мы используем. Вы видите как раз трансректальный ультразвук, который нам помогает для того, чтобы обеспечить адекватную визуализацию и направлять нас. То есть для навигации мы используем трансректальный ультразвук. И да, как Сергей уже и сказал, мы были первой клиникой, которые изначально разработали эту технику в применении брахиотерапии. И надо сказать, что университет Мюнхена также разработал похожую, схожую технологию, которую… но они ее не воплотили в жизнь, а мы воплотили ее в клиническую практику. И вот вы видите, какова была наша стратегия и каким образом мы работали. Мы вводили 8 мегал в периферальный регион. И достаточно долго мы как раз использовали именно эту технологию. И, как вы помните, это было в 80-е годы еще. И, как вы понимаете, у нас достаточно большой период наблюдения уже за этими пациентами. Мы использовали выше 80 грей и так далее для облучения всей предстательной железы. И 137 мы использовали в соответствии с технологией Альфа-Бета-3. Мы опубликовали первые клинические наши рекомендации, так скажем, о наблюдении в 2003 году. Это была наша первая статья. И сегодня я могу сказать, что она очень часто цитируется. И мы также провели достаточно интересное исследование, собирая данные из других клиник, от других врачей в течение 90-х и нулевых. И мы проанализировали приблизительно 570 мужчин в группе высокого риска. И это была когорта пациентов, которые не получали гормонную терапию до этого. Это 324 пациента. И затем мы их рандомизировали или, так скажем, разделили на группу, где у нас была первичная эскалация дозы до 94 грей. И гораздо лучший биохимический контроль они получили в течение последующих 5 лет наблюдения, 59%. И это была действительно серьезная эскалация дозы. Она дала очень хороший, еще более хороший эффект в группах пациентов с очень высоким риском. И это еще одна публикация, которая была сделана через 10 лет. Здесь период наблюдения за пациентами 8 лет. И вы видите, что результаты достаточно хороши. Это 71,5% биохимического контроля. Это общая выживаемость. И, соответственно, это высочайшие результаты. У нас 3,1% токсичности. Было тяжелой токсичности. И, соответственно, со стороны ЖКТ, например, нежелательные проявления были у пациентов, но достаточно небольшое количество случаев. И надо сказать, что мы наблюдали за пациентами. В нашей клинике у нас есть период наблюдения 22 года. У нас опыт всего почти 22 года. И мы получаем хороший биохимический контроль в течение первых 5 лет наблюдения. Это 89%. После брахиотерапии результаты. Мы посмотрели 459 пациентов всего на момент 2019 года. И, прежде всего, мы посмотрели на ранние предикторы биохимического контроля опухоли в течение 18 месяцев. И если он был ниже 0,5, то мы, по большому счету, можем спрогнозировать, что мы можем достичь 5-летней выживаемости с хорошим биохимическим контролем в 89%. Если нет, то в этом случае он был биохимический контроль и общая выживаемость была несколько ниже. Но, тем не менее, 10-летняя выживаемость 78,6%. И надо сказать, что вот это еще одно открытие группы Оффенбаха. Это группа, которая работала в компании Nucleutron в начале 2000-х годов. И они адаптированную брахиотерапию в реальном времени изобрели. И посмотрите, каким образом это выглядит. Без облучения, без дополнительной токсичности на близлежащие здоровые органы. Эта технология позволяет нам работать. И адаптивная брахиотерапия, при этом с очень хорошей навигацией, действительно доступна сегодня для пациентов очень высокого риска. И давайте посмотрим на последние результаты пациентов, опять-таки, с группой высокого риска. Это брахиотерапия Space War. И это брахиотерапия СИП в 50 Грейв. Здесь вы видите как раз снимки. И вы видите здесь определение таргетной зоны. Опять-таки, расчетное моделирование. И, опять-таки, это финальная модель подготовки к брахиотерапии. Вот здесь DVH. Вы видите, что это, опять-таки, живой план, фактически. Желтым цветом у ретро помечено, голубая и зеленая. Это ректальная часть, вход в прямую кишку. Вы видите, что дозы достаточно низкие. И высокие дозы у нас как раз розовым цветом помечены. Это непосредственно та зона, которая необходима была к облучению. Соответственно, план действительно был адекватно воплощен в жизнь. Здесь вы видите результаты по использованию радикальной дозы или радикальной эскалации дозы и бустом с брахиотерапией. И, как вы помните, мы говорили о токсичности в 0,5%. И если мы говорим о когорте высокого риска, то здесь у нас средняя PSA была 23 нанограмма на миллилитр. И, фактически, если мы говорим о депривации гормонов, то вы видите здесь как раз процент на слайде. Токсичность. То, что касается токсичности, то профиль был достаточно низкий, особенно со стороны ЖКТ и Спейсера. И то же самое можно сказать и о мочеполовой системе. И также, если вы посмотрите на абсолютную токсичность, то мы снизили ее на 3,2% приблизительно по сравнению со старыми технологиями. И если мы посмотрим с вами на 97 пациентов, это группа, которую мы наблюдали в 2019 году, то здесь как раз очень хорошие исходы. При этом мы снижаем дозу на облучение ЖКТ, особенно прямой кишки. И вот это использование высокодозной лучевой терапии. И вместе с брахиотерапией вы видите, что мы добились достаточно хорошего снижения токсичности на близлежащие органы. И здесь я хотел бы закончить свою презентацию. Большое спасибо за приглашение еще раз. И большое спасибо за то, что я смог выступить. Мы, конечно же, можем дальше обсуждать мой доклад. Я надеюсь, что в следующем году мы с вами где-нибудь встретимся. Встретимся лично. Конечно, лучше приехать в Санкт-Петербург.